При содействии Министерства труда и социального развития Ростовской области. Здравствуйте! В эфире 10 выпуск программы «Вопреки всему». Это юбилейный выпуск. И хоть может показаться, что юбилей небольшой, всего 10 программа, на самом деле для нас это большой труд и огромное достижение. Потому что если вы видели истории 9 предыдущих героев выпусков программы «Вопреки всему», то это уже дорогого стоит. И мы рады, что героем именно этой юбилейной программы стал действительно герой в прямом смысле этого слова. Человек, который доказал всей планете, что нет ничего невозможного, даже если у тебя нет ни рук, ни ног. Россиянин Сергей Бурлаков. Первый человек в мире, пробежавший дистанцию 42 километра 195 метров. Получивший за это титул «Человек планеты» и внесенный в книгу рекордов Гиннеса. Он летает на дельтаплане, метко стреляет, управляет яхтой и мечтает совершить кругосветное путешествие. Перечислять его достижения можно бесконечно. Но не будем говорить много. Посмотрите сами. Сергей Бурлаков. Была жизнь до и после. До 20 лет и после 20 лет. До 20 лет одна. Своеобразная. После 20 лет еще хлеще. То, что разделила жизнь Сергея Надвая, случилось в армии. Он хотел служить. Сам. Ни от кого не бегал, не косил, в отличие от многих других. Такой уж он человек. И он служил. Оставалось всего 100 дней до приказа. Ехали на УАЗике, выполняя приказ командира. И получилось так, что машина с 15-метрового обрыва сиганула вниз. Ну и водила подумала, что я погиб. И оставил. На улице минус 45. И получилось так, что всю ночь, примерно с 11 ночи до 6 утра, при минус 45 в том УАЗике я и провалялся. Потом женщины шли на работу, увидели или ехали. Увидели машину там в обрыве. Спустились и вытащили меня. Я помню так смутно, как в тумане, что я помню, что от меня пахло духами. Потому что они меня одеколоном, духами, платками пуховыми укутывали. Вот это я вот помню хорошо. Это сильная личность. Будучи вот с отклонениями определенными физическими, он стремится занять нишу в нашем обществе. Когда так более-менее уже очухался, с реанимацией вывели. Ну где-то часа полтора-два я просмотрел в зеркало, я это или не я. Вот. Потому что перебинтованные руки-ноги, лицо в шрамах и все на свете. Вот я не мог понять, я это или не я. Я задавал себе вопросы, кого я помню, кого я знаю и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы об этом узнаем, мы начинаем восхищаться, говорить, вот какой подвиг и все такое прочее. Да, это действительно подвиг, если воспринимать слово подвиг, его истинного значения. Вот подвижничество, да, это человек, это люди, которые двигают жизнь, то есть разбегают горизонты возможного. Вот в этом смысле Сережа как раз действительно подвижник и человек, который совершает подвиги, и хотя, если он это услышит, он не скажет, ну зачем ты так, потому что он на самом деле так не считает. Ну произошло, ну и что? Да никаких проблем дальше. Он что, умер? Нет, он живой человек, он думает, он разговаривает. Все то же самое. Да, есть какие-то физические ограничения, но не более того. Но как человек был, как человек был таким, он и остался, и все. То есть надо самому поменяться. Сидеть каждый день, прожитый. Вот, и позитивно относиться к жизни, а не рассказывать, что все плохо, и кто-то в этом виноват. Ну, только то, что он очень, очень позитивный человек. И стремление его жить, радоваться каждому дню прожитому. Вот это он, оно поучится. То, что со мной произошло, я не знаю, как-то вот оно переключилось. Я искал себе применение в этом обществе, сразу уже в госпитале. Вот, я стал привыкать к себе, к новому. Вот как-то вот оно, да, я понимаю, что вот оно было, так, ага, а теперь как я буду вот дальше? И что я только не вытворял, что я только не делал. И ложку привязывали, я хотел и на гитаре играть, переборами. Человек рукой меняет аккорды, а я переборами на двоих. То есть вот такого еще не было в мире. Ну, вот как вот ложка в виде медиатора, да, и такое было. И барабаны, палочки привязывали, и ничего только не было. И везде себя пытался найти, себе применение, вот то, что я могу в этой жизни делать. Давно-давно, когда я учился в школе еще, наверное, я не помню даже в каком классе, шел я по улице, смотрю, стоит мужчина. Тогда еще были таксофоны, помните, с карточками телефонные. Вот, у него нет рук, кистей, и он пытается вытащить карточку из таксофона. Я ему помог, пошел дальше. Вот это была первая моя встреча с Сергеем Бурлаковым. Ну, а спустя уже лет 15, может даже больше, познакомил меня с ним отец, скажем так, мой. Вот, в общем-то, вот такая вот история. Вроде бы длинная, но не очень. Я приехал, я кончил строительный техникум в Таганроге, из которого призвали в армию, и я его закончил, и уехал в город Дзержинск, где, в принципе, и началась моя спортивная, в Нижегородской области, город Дзержинск, где началась моя спортивная карьера. Вот, сначала легкая атлетика, плавание потом, вот. И самое-самое знаменательное, это, наверное, когда я на 9 мая выиграл городские соревнования, когда я впервые... Это не для инвалидов, это общий соревнование, да? Это соревнование для паралимпийцев. Правда. Вот. А я тогда с того дня перестал носить протезы рук. И спустя полтора года, спустя полтора года, когда я в Москве получил две медали. И вот, когда я в медаль живую в Москве две, это, конечно, было что-то. Я тогда, помню, со стадиона шел с медалями, я даже их не снимал, я понимал, что я в этой жизни что-то уже сотворил. Достиг, как бы, я считаю, в этой жизни самого главного. Он гармонично влился, как бы, ну, в наше, как бы, общество, то есть, несмотря на то, что какие были нюансы, потому что он всем нужен, он, ну, не знаю, человек переборол многое. И стал, как бы, даже опорой, можно сказать, для нас. Я маму пару раз вот так вот подымал и говорил, я говорю, я не посмотрю в следующий раз, что ты мать. Только потому, что, она говорит, зачем тебе этот спорт нужен? Сиди, тебе пенсию и так принесут. И не только она, и сестры. Почему? Потому что они не понимали этого. Они этого не понимали. А представляете, сколько людей, которых так поломали, которые могли бы что-то в этой жизни достичь, а им сказали, да ладно, зачем оно тебе надо? Как мы уже говорили, такой уж Сергей Человек. Мало думает о себе, а вот о других – постоянно. Заметив активнейшее участие Бурлакова в общественно-политической жизни региона, его пригласил на работу сам генерал Виктор Казанцев, бывший полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Я занимался именно развитием паралимпийского спорта. И доходило до того, что, я помню, телефон писал всем министрам, и приходили ответы, не буду называть эту республику, но я помню, пришел ответ, что у них нет паралимпийцев. Я был в шоке. Как это так нет паралимпийцев, когда 6% населения на планете Земля – это и есть паралимпийцы. А они мне пишут, что нет паралимпийцев. Ну, в итоге пришлось поехать. Мы поехали на международную конференцию. И они нашлись. И стали участвовать в соревнованиях, и стали получать призовые места, и стали чемпионами России по различным видам спорта. 2003 год. Нью-Йоркский марафон. Одно из самых массовых и зрелищных спортивных мероприятий в мире. Физические недостатки не помешали Сергею оставить позади себя 12 тысяч здоровых участников. Невероятная во всех отношениях победа. 42 километра и 195 метров на протезах. За 6 часов 51 минуту. Да обычному человеку сложно об этом подумать. Не то, что решиться на такое. Поистине, говорят, у подвига нет нации. Американцы стоя приветствовали россиянина на финише, а военные отдавали ему честь. Я бегу, чулки-то потеют же ноги в протезах. И у меня чулки запасные. Я говорю, давай менять. Я чувствую, хлюпает протез. Ну, давай. Ну, я на землю сажусь. Чулки снимаю. Там вот так вот пот с кровью выливаем. Вот. Быстренько протерли ноги. Новые чулки сухие одел, как носки. И пошел. Я смотрю, скорая едет. Я говорю, не надо, не надо скорая. А там мне потом уже говорят, что, говорит, это не для тебя скорая. Я говорю, для кого? Говорит, ну, ты видел? Я говорю, ну, я видел там женщину. Сейчас я прошу прощения. Слав, я перезвоню. Давай, спасибо. Вот. Я говорю, ты видел женщину стояла с ребенком? Я говорю, да, видел, конечно. Говорит, ну, вообще-то, говорит, она в обморок ушла. Я говорю, да ладно. Говорит, да. Я потом смотрю, да, действительно, там, врачи, скорая помощь, там, ее там очухивали. Я просто, ну, как, ну, где вот, увидел, где можно присесть. А получилось так, что я присел рядом с ней. Ну, мысли победить вообще такого не было. Там было вообще преодолеть. А потом, когда узнается, что 12 тысяч здоровых людей позади тебя, только потом ты это узнаешь. А когда это все происходит, ты не можешь даже понять, что происходит. И происходит ли это с тобой. И потом, когда 4 дня катаешься по Нью-Йорку в инвалидной коляске, только потому, что ты не можешь одеть протезы, одеть ноги и ходить. Потому, что все в крови, и все опухло, все в синяках. Это потом. А когда идет марафон, ну, это эйфория. Эйфория от того, что это действительно праздник. Это когда слева и справа в 4-6 рядов стоят живой толпой, живой коридор людей. И каждый кричит, и каждый тебя поддерживает. То, скажем так, это такой допинг сильный. Когда тебя уже бьют, тебе уже все равно. Это как в драке. Болячки потом, синяки всплывают. А когда дерешься или бьешься в спорте, ты не замечаешь, что у тебя ноги устали, руки, что там, что-то кровь течет и так далее. Нет, ты работаешь. И здесь то же самое. Когда вот ты вот, ну, тебе уже все равно. Главное, чтобы только не сказали больных слов. В 2006 году Сергей устроил велопробег из Москвы в Таганрог через Нижний Новгород. По его словам, научиться кататься на велосипеде проще простого. Стоит только захотеть. Правда, в конструкцию пришлось добавить несколько небольших доработок. Ничего сложного. Опять-таки же на красных крыльях. Я подошел, я говорю, ребята, мне нужна полусфера. Я говорю, в виде трубы. Я говорю, давайте мне приспособление так, чтобы на руки, чтобы могли меняться угол наклона. И все сделали, на руль прикрепили. Я как в лошбинке руки клал. И педальки обыкновенные, никаких, ничего. И вперед. Сергей никогда и ничем не ограничивается. Позвало небо, значит, нужно освоить дельтаплан. Только после полета Бурлаков признался, что больше всего опасался за посадку. Это был первый случай в мировой практике, когда дельтапланом управлял человек, лишившийся рук и ног. Именно так он зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Мне единственное спросили, что нужно изготовить, для того, чтобы ты самостоятельно совершил полет. Я им тут же сказал, какие мне нужны приспособления на руки. Они их быстренько сделали. И налетав 3,5 часа всего, я совершил самостоятельный полет. В третьей попытке я сам уже взлетел. Полетели мы с Неклиновки, долетели до Самбека, развернулись напротив поста ГАИ, мемориальные высоты, и вернулись обратно в аэродром. Наши коллеги тут, не могу сказать, и, наверное, вот из-за этого Сережа как раз не очень это любит, когда мы показываем его вот с точки зрения вот этих вот достижений. Вот полетел Сергей, да, вот без рук, без ног, человек, так сказать, на это сам, полетел на дельтаплане, да. Ах, 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 какое восхищение, да, восхищение. Но, ребята, это же суть не в том, что он поднялся в воздух. Самое главное, что он этого захотел. И захотел так, чтобы он этого добился. Он это сделал. И не для того, чтобы там получить какой-то грант, какую-то премию, там, не для того, чтобы мы вот восхищались. Мы журналисты там снимали, рассказывали. Ах, какой чудо богатырь земли русской. Да, богатырь. И настоящий характер, можно сказать, русский. Я вот сейчас вспомню, может быть, вот вы молодые, может, и не помните, ребята. А когда мы были маленькими, вот мое поколение, да, мы с удовольствием читали не только Джека Лондона «Жажду жизни», да, но и с удовольствием читали поиск о настоящем человеке, Бориса Полевого, да, в котором тоже описаны абсолютно реальные случаи, да, которые очень, очень, вот ситуация Джека Лондона, да, и Мария Сева Алексея. 5 марта 2014 года, перед стартом триумфальных для России параолимпийских игр, в Таганроге прошла эстафета параолимпийского огня. В ней приняли участие 10 факелоносцев, среди которых оказался и наш герой. Учиться никогда не поздно. В свои 43 Сергей Бурлаков решил получить второе высшее образование и поступил в Таганрогский институт управления и экономики. Сейчас он учится на факультете управления персоналом. Это очень поможет, говорит Бурлаков, в последующих проектах. А их, поверьте, у него много. Сергей Бурлаков, мы приветствуем, что он к нам поступил, что он будет продолжать образование, это уже будет у него второе образование. И мы готовы все сделать для того, чтобы обеспечить ему все условия учебы. Я иду учиться для того, чтобы, ну, и поумнеть в том числе, и получить ту профессию, которую я считаю, что она мне необходима. Это управление персоналом плюс психология. Так как руководитель фирмы, плюс он у нас, у меня с другом совместный проект. Опять-таки же, это увеличение персонала. А персонал – это жизни других людей, семьи, их проблемы. Опять-таки же, это вот психология. Чтобы быть хорошим руководителем. Не добрым, а хорошим, справедливым. А суть проекта в том, чтобы дать возможность. Дать возможность, во-первых, обществу что-то поменять. Во-вторых, дать возможность людям, которые уже отчаялись в своей жизни, почувствовать причастность к чему-то, понимаете, почувствовать себя важным. Будем делать мир чище, в прямом смысле. И заниматься социальными вопросами в качестве трудоустройства людей, имеющих определенную группу инвалидности, будем брать на работу. Вот только их. Те люди, кто со мной рядом будут учиться, они будут реабилитироваться. Ну, во-первых, я не думаю, чтобы они когда-то учились с каким-то паралимпийцем в одной группе. Они будут привыкать ко мне. Не я к ним, а они ко мне будут привыкать. Не, ну, конечно, я в какой-то степени к ним, но больше они. Во-вторых, менять их стереотипы, что если человек имеет какой-то физнедостаток в отношении рядом сидящего, стоящего, живущего, то это не означает, что человек уже недочеловек. И плюс, чтобы люди для себя раз и навсегда забыли такое выражение, как человек с ограниченными возможностями. Так вот, возможности безграничны. Сколько раз вы слышали о Федоре Конюхове? Сколько раз новости радио и телестанции сообщали нам о его подвигах? А у нас в области свой герой, Сергей Бурлаков. Он научился управлять яхтой и хочет в одиночку пройти кругосветку. Будем ждать новостей. Сейчас подготовка к кругосветке. 7, вот как я говорил, 7,5 тысяч морских миль, 33 острова, 16 морей в одиночку. Это один из этапов именно подготовки к кругосветке. Чтобы старт и финиш в городе Таганроге, опять-таки же, чтобы обратить внимание на Донской край, на Россию, что не надо списывать все счетов никого и никогда. Если вдруг кому-то покажется, что Бурлаков Супермен или Терминатор, мы скажем – нет. Он такой же человек, как и все. Есть то, что ему никак не дается. Ну, грубо говоря, там, крестиком вышивать, вот какие-то, там, где нужны пальцы, вот, вот этого, конечно, нет. Там, где нужна вот целая ладошка, там, или еще что-то, это в легкую. Все что угодно. Машина, вот, ну, труль спокойно, вот, сел, поехал, никаких проблем, вот, то же самое. Вот так. Женщину обнять. Нам без него тяжело, потому что, как бы, ну, все равно, в общем-то, всегда стараемся встретиться вместе, потому что понимаем, что он зарядит нас всегда энергией. Ну, и мы, как бы, тоже стараемся, насколько можно, там, ему помогать, там, чего-то, какие-то, там, вопросы, нюансы. Он же, как бы, у нас человек, который очень активный, занимается благотворительностью, как бы, занимается, там, ну, я не знаю, там, и детьми, там, и, в общем-то, тоже, как можем, стараемся ему, как бы, в этом всем помочь. В Таганрогский конно-спортивный клуб «Одиссей» приводят детей с разными диагнозами, потому что здесь лечат с помощью лошадей. Ипотерапия – это отличный метод реабилитации. И Сергей Бурлаков каждый раз искренне радуется, когда его подруга, Ирина Ларина, рассказывает ему о положительной динамике в состоянии того или иного ребенка. Все праздники, которые проводят, Сергей интересуется, как у нас прошли праздники, какие у нас есть достижения. Вот, он, все социальные программы, которые мы разрабатываем здесь, и методики по лечению детей, помогаем им в строительных заболеваниях, он всегда принимает активное участие и переживает за каждого ребенка, как за своим. Рядышком те люди, которые должны быть, и которые занимаются, в принципе, мы каждый по-своему занимаемся, но в целом это называется помощь. В той или иной степени. Кто-то лошадьми, кто-то словом, кто-то делом. Душа компании. Это, ну, человек, который, вот, я не знаю, своей жизнерадостной, жизнелюбим, там, энергией заряжает всех нас. Вот, бывает у нас, ну, у каждого такие минуты жизни, когда, в общем-то, ну, плохо там, что-то там не складывается, какие-то там неприятности и все. Если Сергей в это время рядом, то ты начинаешь понимать, что вообще это все-таки мелочи жизни, и начинаешь совсем по-другому к этому относиться. Через какой-то короткий промежуток времени, проходящего во время знакомства, ты перестаешь воспринимать Сережу как человека, который совершает подвиг. Ты видишь человека, который хочет ощущать жизнь в ее полноте, человека, который ставит перед собой цель, и ее добивается, несмотря на то, что цели эти всегда, ну, скажем так, выше средней статистической планки. Ну, скажите, ну, я никогда даже не задумывался, чтобы не то, что там пробежать, пройти там марафонскую дистанцию. Да, мне хотелось, но тоже не осуществлял полеты на дельтаплане. У каждого есть вот такие, у всех у нас, просто я хочу о чем сказать, у всех у нас какой-то внутренний есть ограничитель, да, вот, что мы дальше не пойдем, что это не по синьке шапка и все такое прочее. Вот чем Сергей отличается от нас? Он хочет доказать, причем я хочу это подчеркнуть особо, не нам, а хочет доказать себе самому прежде всего, что он может сделать то, с чего бы ему очень хотелось. Я ходил тоже там, ну, как, нервничал, когда вот на меня там посмотрели, там, рассматривают как какого-то, я не знаю, там, жирафика в зоопарке, типа, посмотрите налево, посмотрите направо, ляй, какой он чудный, вот, и так далее, и так далее, пальцем показывают. Ну, сейчас я с этого прикалываюсь, на самом деле, потому что мне их жаль, но период, когда я был злой, был, действительно, потому что люди этим жестоки, они этим и отличаются, что нужно показать свое превосходство, даже это на подсознательном уровне, они даже сами не понимают, что они вот творят и делают, вот, и когда говоришь, что ничто так не ранит, как слово. Ну, это не недуг, это, я не знаю, может быть, в какой-то степени даже это его сила, понимаете, то есть, у кого-то была сила, там, вот, как у Самсона в волосах, да, у Сережи сила в этом, то есть, я не считаю его каким-то неполноценным человеком, я считаю его даже более полноценным, чем себя. Где-то он понимает, конечно, что, глядя на него, и он этого обязательно хочет, чтобы люди, у которых, ну, так или иначе, как-то сложилась жизнь и так, как бы им хотелось, чтобы они поверили в свои силы, чтобы они поняли, что у них есть возможность достигать самых больших вершин. Сергей живет мечтой, вот, и свою мечту он воплощает в жизнь каждый раз. Вот, я хочу, чтобы каждый, впоследствии, каждый раз у него находилось новое, то есть, ну, чтобы он всегда знал, чего он хочет и шел к этому. Не обманывайте себя и рядом окружающих, живите и работайте, несмотря ни на что, знаете, как, вопреки. Потому что любят не за что-то, а вопреки, вот и вся жизнь, она идет вопреки, вот и живите вопреки. Сергей Бурлаков, Александр Миронов, Александр Бритков, Юрий Мещеряков, Владимир Рогов, Виктор Бабарыкин, Мария Волкова, Дмитрий Кучеренко, Любовь Попова. Десять программ, десять человеческих жизней, десять человек, про которые нельзя сказать, люди с ограниченными возможностями, язык не поворачивается, возможности безграничные. Они являются примером и для больных, и для здоровых, для всех, для нас. И закончить эту программу хотелось бы словами автора проекта «Вопреки всему» Олега Журавлева. Смотрите и учите жить. Вопреки всему. Посмотреть программы «Вопреки всему» и обсудить их можно и в интернете. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Продолжение следует... Продолжение следует...